Зима в многомиллионном столичном мегаполисе. Не то место и время, как даже до встречи с редкой и скрытной птицей. Но, пока в крупных городах сохраняются большие природные массивы, случаются необычные знакомства, подобные тому, о котором вы сейчас узнаете. Водяной пастушок. Но что он делает здесь и сейчас, в зимнем северном городе? Ведь места зимовок этих птиц находятся в сотнях и даже тысячах километров южнее. Неужели он обречен замерзнуть? Эта история покажет, что при минимальной помощи человека животные способны успешно пережить самые экстремальные ситуации. Еще позднюю осенью на пруду в Кузьминском парке в Москве стали замечать водяного пастушка, который явно уже очень опоздал с отлетом на зимовку. Причина была очевидна, у птицы заметно отвисало левое крыло. Скорее всего, неправильно сросшийся перелом, полученный, видимо, еще летом. Отсюда, кстати, и пошло его прозвище. Дело в том, что уж очень он похож на знаменитого автора Дон Кихота Мигели Сервантеса, у которого тоже была искалечена левая рука. Да и вообще, согласитесь, что-то общее во внешности явно присутствует. Тут надо сделать небольшое пояснение о том, кто же такой водяной пастушок. Несмотря на свое сходство скорее с голубем, водяные пастушки являются родственниками лысух, камышниц, а все вместе перечисленные птицы относятся к журавлеобразным, а стало быть, состоят в родстве с этими большими, благородными птицами. На самом деле, если присмотреться, то пастушок и вправду выглядит как маленький и сильно располневший журавлик. В норме пастушки должны зимовать в гораздо более южных широтах, но у Мигеля выбора не было и пришлось приспосабливаться. Новость о зимующем водяном пастушке быстро распространилась среди бюрдвочеров Москвы. Не проходило и дня, чтобы Мигель не попадал под преследование объективов. Камеры стрекотали под спор о том, сможет ли пастушок пережить холодную зиму. На самом деле, птицам не так страшен холод, как бескормится. Сытая птица может пережить очень сильные морозы. Помощь пришла от неравнодушных любителей животных. Люди приносили корм мученных червей, мотыля, замороженных сверчков. Мигель с удовольствием принимал эти подношения. Жил он в ледяной пещерке под берегом, периодически выходя на лед, чтобы подкрепиться приносимой ему едой. И не только он один. Такое внимание к одной птице помогло зимовать присоседившимся к такому пиршеству синицам. Таким образом, Мигель всегда был окружен стайкой незваных гостей. В какой-то момент волонтеры реабилитационного центра птиц решили забрать пастушка к себе, но орнитологическая общественность воспротивилась этому. Из-за травмы у птицы не было шанса вернуться на волю, и всю оставшуюся жизнь Мигель обречен был бы провести в клетке. Тем временем, несмотря на мороз, на воле пастушок чувствовал себя хорошо и не испытывал видимых неудобств. В итоге удалось прийти к компромиссу. Мигель остается в природе, но за ним будут следить и при малейшем ухудшении передадут в реабилитационный центр. День за днем пастушок благополучно перезимовал до весны, в очередной раз показав, что птица может пережить даже очень сильные морозы, если сота. С наступлением весны прудик оттаял, и Мигель ушел сначала в тростники, где его и докармливали, а позже и вовсе перебрался на островок, поближе к другим своим соседям. На этом московская орнитологическая общественность о пастушке забыла, безусловно, к большому его счастью. Я же продолжал следить за судьбой своего подопечного. Найти его в густых зарослях было непросто, но все же несколько раз за лето мне удалось наблюдать его скрытую жизнь на островке. Было даже видно, как он пытается звать самочку, которой, к сожалению, на прудике не нашлось. А еще я убедился, что левое крыло все так же отвисает и явно непригодно к перелету. Очевидно, что следующую зиму Мигель тоже проведет в Кузьминках. Так и вышло, когда настала осень. Но вот незадача. Парк попал в программу так называемого благоустройства, и его природу начали нещадно уничтожать. Прудик спустили, а дно превратили в стройплощадку. Было ясно, что Мигель переберется в какое-то более подходящее место. Не буду сейчас углубляться в подробности его розысков, скажу лишь, что по следам мы выяснили, что после долгих моторств пастушок, наконец, выбрал себе для зимовки заброшенную бетонную трубу, лежащую в русле местной речки. Она оказалась идеальным убежищем. Имея два выхода, а также подогреваемая теплой водой незамерзающей речки Чуририхи, она обеспечила Мигелю превосходный зимовочный домик. Ну а как-то спонтанно сформировавшийся треск друзей пастушка организовал ему гораздо более основательную, чем в прошлом сезоне, подкормку. Чтобы обеспечить ему достаточно калорийный и сбалансированный рацион, использовалась смесь пшеничного солода, мучного червя и сала. На таком рационе зиму можно не то что пережить, а еще и нагулять жирку. Но тут начались сюрпризы. К пастушку повадились гости. Поначалу к Мигелю прибились две зарянки-экстремалки, которые тоже решили зимовать в Москве. Такое с этими птицами иногда случается, но обычно заканчивается для них плачевно. Вот уж действительно, аномалии притягиваются. Впрочем, для пастушка эти птицы скорее были развлечением, так как он стал на них всячески охотиться и пытаться их подкараулить. Надо отметить, что водяные пастушки, будучи журавлеобразными, всеядны и вполне способны на хищничество. Затем, как нагрянувший в тюрьмок медведь, в историю вмешались местные кряковы. Кто-то из них проведал о наличии такого пищевого клондайка. И в итоге целые продоразверсточные отряды уток устремились раскулачивать Мигеля. Тут бы и истории конец, так как кряковые сметали все подчистую, полностью лишая пастушка корма. Но, как говорится, техническая мысль не стоит на месте, и мы подарили Мигелю вот такой девайс. Своим длинным и тонким клювом он мог беспрепятственно доставать еду из этой кормушки. Зарянки, с которыми, кстати, он уже примирился, в его отсутствии также не испытывали проблем. В то время как кряковые, помочившись кормушкой не один десяток минут, так и уходили, несолоно хлебавши. В конце концов, они оставили Мигеля в покое и перестали совершать свои набеги на его дом. Благо, у них хватает пропитания и на пруду. Плевая мышь, тоже не прочь полакомиться пророщенным зерном. Прути кормушки для нее не преграда. Таким образом, у нашего пастушка появился еще один гость. Мышь деловито курсировала между кормушкой и своим укрытием, перетаскивая зерно. Но, впрочем, существенного ущерба Мигелю она бы не смогла нанести. Но беды преследовали пастушка по пятам. Так называемое благоустройство парка, по сути разрушение его природы, добралось и сюда. В какой-то момент стало известно, что русло реки в этом месте собираются углублять, а трубу, ставшую Мигелю домом, демонтировать. После переговоров с проводящей эти работы организацией Мосводосток и официального письма, направленного через Союз охраны птиц России, удалось прийти к компромиссу. Трубу пастушку было решено оставить, а всю расчистку русла провести вручную, без использования тяжелой техники. В итоге пастушок смог благополучно закончить зимовку в своем надежном убежище. Таким образом, продолжив этот уникальный эксперимент и вновь подтвердив, что даже такая обязательно перелетная и довольно теплолюбивая птица способна успешно зимовать на широте Москвы, имея укрытие и достаточной пищи. А вместе с Мигелем успешно перезимовали и прибившиеся к нему зарянки, и другие его гости. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok